Здравствуйте! В данном видеоролике рассмотрим аналитическое приложение «Анализ запасов». Приложение позволяет выполнять анализ запасов в требуемых разрезах – от товаров и их различных группировок до мест их хранения. Вы прослеживаете взаимосвязи различных показателей и выявляете их зависимости. Приложение состоит из различных вкладок, каждая из которых представляет собой отдельную аналитику. Рассмотрим вкладку «Остатки сводные». Мы видим, что информация представлена в виде сводной таблицы. Мы можем спуститься от магазина вниз до анализа конкретного товара, например, в магазине 1. SKU – это товарная единица учета. Например, если покупатель купил две упаковки товара 1, то это будет только одна SKU. Количество SKU на остатке – сколько уникальных SKU было на складе, то есть количество запаса было больше нуля. При анализе мы видим, что на остатке находится 4964 SKU. При этом в продажах наблюдается не все SKU. Это можно заметить на вкладке «Ассортимент». Мы видим, что в продажах наблюдалось только 4128 SKU, что примерно составляет 83% от SKU на остатке. Анализ запасов целесообразно ввести в разрезе отдельных товаров, чтобы видеть, имеется ли он в наличии, может наблюдается его недостаток, либо наоборот – избыток. Для этого мы перейдем на вкладку «Рейтинги». Здесь мы видим список лучших и худших позиций. Выберем разрез «Товар». Сейчас мы видим 25 лучших товаров. Отсортируем по продажам. Выберем данные товары. Затем перейдем на вкладку «Уровень запасов», где детально можно проанализировать уровень запасов. На данной вкладке имеется цветовое решение. Если запасов больше 20 дней, то ячейка отображается синим цветом. Если меньше, то желтым. Так как это товары, у которых продажи самые высокие, необходимо обеспечить их постоянное наличие. Кроме того, мы можем проследить оборачиваемость анализируемых товарных позиций. Она не должна выходить за назначенные ранки. Из этого слайда видно, что оборачиваемость данной группы товара отличается в различных магазинах. Разобравшись в причинах таких отклонений, мы сможем решить эту проблему и сократить сроки оборачиваемости и вывести замороженные оборотные средства. Проведем анализ неликвидов. Для этого перейдем на вкладку «Неликвиды». Неликвиды – это товары, которые являются трудно реализуемыми. При этом стоит учитывать, что для каждой группы товара приемлемый срок реализации будет различаться. Зависит от срока годности товара и предназначения. Для анализа неликвидов необходимо выбрать один магазин. Выберем «Магазин 1». И сейчас мы наблюдаем отображение товаров. Для начала проанализируем товары, продаж по которым не было меньше 10 дней. Для этого выделим их на диаграмме. Затем мы можем перейти на вкладку «Движение запасов». Здесь мы можем заметить, что в августе начался спад продаж, однако запасы оставались примерно на том же уровне. Для более сравнительного анализа перейдем на вкладку «Неликвиды». И сейчас мы выберем товары, продаж по которым не было больше 50 дней. Выберем их на диаграмме. И вернемся на вкладку «Движение запасов». Смотря на таблицу и диаграмму запасов, мы видим, что продажи резко упали в конце июля и начале августа, но остаток примерно оставался на том же уровне. Следовательно, постоянно велись закупки по данным товарам, что привело к замораживанию средств. С помощью клик мы могли бы предотвратить данную ситуацию. Кроме того, закупки делались бы с учетом ежегонных сезонных тенденций. Компании важны самые прибыльные, продаваемые и ценные товары. Это мы можем проследить на вкладке «АБЦ-ХВЗ-Анализа». Выберем разрез «Товар». И выберем интересующие нас товары, которые являются самыми прибыльными. Это группа товаров «А». Сейчас перейдем на вкладку «Уровень запасов». И выберем разрез «Магазины и товар», где мы можем детально посмотреть, сколько запасов по каждому товару было в конкретном магазине. Здесь мы заметим, что в магазине «Один» и «Тово дней запасов» составляет 6, а в разных магазинах разное количество. Необходимо обеспечить постоянное наличие товаров групп «А» в магазинах, так как спрос покупателей на них велик, и это деньги компании. В этом видео мы рассмотрели основные возможности приложения, связанные непосредственно с анализом запасов, которые позволяют следить за изменениями и вносить вовремя корректировки без потери прибыли для компании.